Ребятушки, всем привет! Сегодня 12 число, и у меня отошли воды. В общем, я сейчас буду будить Серёжу и ехать в роддом. Позвонила маме, разбудила её, разбудила Серёжу, и сейчас быстренько покушаю. Блин, в душ, скорее всего, нельзя, наверное, из-за того, что воды отходят. Ну, блин. Знаете, не так я немножечко представляла себе начало своих родов. Я думала, всё начнётся со схваток, но всё началось с отхождения вод. В общем, я такая сплю и просыпаюсь от того, что я слышу очень такой громкий звонкий щелчок внутри меня, как будто у меня хрустнула кость, и просто просыпаюсь, минуты, секунды, точнее, 2-3, ничего не понимаю, и потом понимаю, что из меня что-то течёт. Я побежала в туалет и думаю, господи, что это случилось? Я думала, что я выписывалась, извините за подробности, но нет, это отходят воды. Ну что, мы собрали все сумочки и поехали в роддом. Серёж, ты готов? А, кстати, схватки у меня уже начались, но пока что нерегулярные. Мне пишут КТГ, пришли, посмотрели и сказали, что уже раскрытие 6 сантиметров. Время 9 часов доходит. Воду у меня отошли в 6-10. Схватки пока терпимые, но очень-очень неприятные. Итак, пока меня сняли КТГ, хожу, покажу родовую здесь для ребёночка вообще. Есть мячик. Это кровать, которая трансформируется. Ну и умывальник. В общем, ничего особенного. У меня сейчас очень-очень часто идут схватки, кстати. Мама приехала. Я не знаю, даже мне кажется, как будто я когда лежала, мне было лучше. Нет, надо ходить, чтобы у меня тут. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я чувствую, что я чувствую. Ну всё, мы родились во сколько, в три, да? Нет, в час пятнадцать. А, в час пятнадцать, пока ещё не взвешивали просто режим. Сколько она сказала? У меня один внутренний, да, разве? Угу. Ну, один внутренний. Покажи, 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 он кричит. Внутри. Какие мышечки. Обалдеть. Четыре. Четыре. Четыре? И как там поместился? Обалдеть, а? Все, нас перевели в палату. Я лежу на животе. Сыночек спит. Не помню, говорила или нет. 4 килограмма 55 сантиметров. Я не представляю, как я могла родить такого большого ребенка. Практически без разрывов. У нас все хорошо. Семочка лежит. Я сижу. Смотрю на него, насмотреться не могу. Да, это мой сладкий. Я сейчас в палате с двумя девочками. Все хорошо. У них девочки. У меня вот мальчика большой. И у меня, получается, естественные роды. А у них у двух было кесарево. Да, сыночка. В общем, смотрю. Налюбоваться не могу. Кстати, хотите посмотреть на животик? Вот этот, вот этот такой мягкий. Матка еще не сократилась. Поэтому лежу на животе, когда это возможно. Хорошенький мой. Ой, ляльечка проснулась. Другая. Сегодня нас выписывают. Я пошла делать свидетельство о рождении. Прошло двое суток. Они нас отправляют домой. Все, в принципе, хорошо. Но более серьезные подробности я уже буду рассказывать. Потому что здесь вообще ничего не снимала. Не до этого чуть-чуть было. Лучше простить. Ну что, осталось еще 50 минут. Я кормлю Сему. И нас выписывают. Господи. Хоть эти и два дня очень быстро пролетели, но это были очень тяжелые дни в моей жизни. Сегодня, кстати, 14 февраля. Ой. Февраля. Мать, ты что с моего сошла? 14 апреля. И у моей бабушки сегодня день рождения. И вот правнука ей выпьется за имя, да, на день рождения? Да, Семка? Показала бы, но 18+. Что, ребят, я уже дома. Сейчас немножечко пока сыночек кушает. Расскажу вам про наши дни в роддоме. Почему я так мало снимала. В общем, роды у меня, в принципе, были хорошие достаточно. Родила я быстро. Где-то за 7 часов, наверное. Но я подпишу, во сколько начались роды, во сколько закончились. Вот. Родился сыночек тоже хорошо. Схватки я перенесла, я думаю, достаточно хорошо. И развитие самого родовой деятельности у меня было очень быстрое. Но я думаю, что я лучше про это сниму отдельное видео. Как будет время, уже полностью расскажу, что да как у нас было. И после родовой период для меня оказался самым тяжелым. Ну, во-первых, ты такая была одна-одна, а тот раз человек с тобой теперь всегда, на всю жизнь. Потому что детишек сразу переводят с мамами. То есть вот меня переверз в палату, и он уже со мной лежал. И первое, это было самое страшное, что когда он заревел, его нужно было брать на руки и прикладывать к груди. Прикладывала я очень часто. Но, к сожалению, молоко у меня появилось только в день выписки. Точнее, на третьи сутки уже получается. Когда уже двое точных суток прошло. Тогда ко мне пришло молочко. Так было молозиво. Но он постоянно, получается, грудь брал. Полностью прикладывать я еще его не умела. Да и сейчас. В принципе, мы тоже только подучиваемся. И поэтому боль в груди, конечно же. И ночь до того, как ко мне пришло молоко, это было тоже самое ужасное. Я не спала. За то время, как он родился, прошло, не знаю, часов. Ну, короче, полторы суток точно прошло. И за это время я поспала три часа. Просто нет, мой ребенок не кричал. Кричали соседние дети, поэтому я плохо спала. В итоге я уже ночью плакала, когда он у меня начал кричать. Он, видимо, хотел кушать. У меня еще молоко не пришло. Вот этот момент самый сложный, когда у вас еще недостаточно молока, но малыш уже после животика прокладался. Там первые, может быть, сутки после родов они вообще практически не хотят кушать. Но вот когда у них уже кишечник освобождается от того, что они получали внутри мамы, то они начинают плакать, потому что хотят есть. Молока не было, Сема ревет, я реву, потому что я не спала. У меня уже начали отекать ноги, руки. Да-да-да, сыночка. Ноги, руки. Я начала плакать. Я потом взяла эту медсестру, чтобы она пришла. В итоге я еле как ее попросила, чтобы она дала ему смесь, чтобы она его забрала хотя бы на пару часов, чтобы я просто тупо легла поспать, потому что я не могла. Он у меня на груди висит, у меня уже грудь вся болит. Я плачу, он плачет. В общем, мне было так жалко его. А потом, когда его уже начали забирать, я такая думаю, господи, какая я ужасная мать, я отдала своего ребенка, я не могу его покормить. Вот. И даже сейчас рассказываю, у меня слезки бегут. Вот. В итоге его забрали, я поспала, выспалась 3 часа, встала, спокойненько попросила, чтобы мне его привезли. Мне его привезли, и уже пришло молочко, и он начал кушать. На, 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 сынчик. Он начал кушать, и все, и сразу стало идеально, он стал спать хорошо, после того, как наелся. И нас как раз в этот день выписали, у меня поднялось настроение, что все хорошо, и потом мне его принесли, я начала плакать, потому что я его отдавала, говорила, что все, больше тебя никуда не отдам. Ой, вот такая вот я, ревушка. Да, сыночка. Ладно, вот такой вот у меня получился влог с наших родов, с роддомов. Вставлю это в конце этого видео, хотя записываю уже после роддома, но все равно думаю, записать отдельное видео уже про весь процесс родов, то, с чего началось, и так далее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и большое-большое спасибо за поздравления. Мне правда очень приятно все это читать, так много поздравлений. Все, всех люблю, слава всем, пока-пока. Пока-пока.